Приветствую вас, друзья! Подров цветовод на связи. И сегодня очередная посылка. И в этот раз из питомника Сергея Штепа. Вот эта посылка. Сейчас мы ее будем скрывать. Итак. Вот такой сверток. Сейчас распакую и покажу дальше. Вот такой субстрат. Он прям влажный-влажный. Сейчас развяжу и покажу все саженцы по отдельности. Итак. Распаковал. В этом питомнике я заказал 6 роз. Начнем с розы. Чармин Пьяна. Ну, вот такая вот корневая система. В принципе, морковка, как говорят. Но... Стебли слегка покоченные немножко, но, в принципе, целые и здоровые, наполненные. Так что, этот саженец нормальный. Дальше. Дальше идет английская роза. Бенджамин Бриттен. Здесь прям... Хорошая корневая. Но стебли, конечно... Очень коротко обрезанная. Детли каких-то 4 мелких побега. Ну, как-то так. Но корневая система хорошая. Дальше. Дальше идет плитистая роза. Орликин. В принципе, средняя такая корневая система. Два нормальных побега. Правда, они придется подрезать. Здесь они немножко повреждены сверху. Такой вот орликин. Следующая роза. Шторта Бекер. И здесь уже на корнях появляется плесень. Придется очень быстро их обрабатывать. Монгицидами. Сами стебли очень хорошие, здоровые. С почками. При нормальных стеблях. Корневая, видимо, у них полежала где-то в хранении. Начала покрываться плесенью. Идем дальше. Это роза Аспирин Роз. Тоже, смотрите, корни покрылись плесенью. Корневая система в целом нормальная. Выглядит. Три хороших побега. Не шикарных, но в принципе нормальных. С почками, живыми почками видно. Идем дальше. Дальше роза. Чайно-гибридная роза Афродита. Очень хорошая корневая система. Единственное, что тоже уже покрылась плесенью. Поэтому придется их прямо обрабатывать. Эти бактериальными препаратами. Но побеги. Очень хорошие. Прям мощные, красивые побеги. Афродиты. И есть еще шестой саженец. Он небольшой, но хорошей корневой системой. Такими тонкими побежками. Один более-менее. Два совсем тоненькие. Без названия. Наверное, это подарок. Буду выяснять у Сергея Штепы. Что это за сорт такой подарок. Вот такая вот посылка. В принципе, саженцы более-менее пригодны, если бы не вот эта плесень. Да, плесень это прямо настораживает, обеспокаивает. И придется очень сильно их обрабатывать. Фунгицидами. Чтобы они не сгнили. Ждем следующих посылок. Уже пришел трек-номер с питомника. Краснодарского питомника Роза Вдохновения. Думаю, на следующей неделе или в среде недели посылка прибудет. Оставайтесь на связи. Подписывайтесь. Пока-пока.